Добрый день! У нас в гостях Наталья Сергеевна Бондарчук, известная актриса, сценарист, режиссер. Добрый день! Добрый день! И продюсер по неволе. Я люблю говорить так. На экранах страны сейчас блещет ваш фильм «Тайна Снежной Королевы». Я написал сказку о Снежной Королеве, но сейчас мне хочется рассказать эту историю совсем по-другому. Вот несколько слов об этом фильме. Он очень похож на тот фильм, который был при советской власти. Вы знаете, он отличается, конечно, новым подходом. Вы знаете, что там есть тайна Снежной Королевы, которую мы иначе раскрываем для детей. Мне очень приятно, когда ребенок ко мне подходит, я говорю, а кто тебе больше всего понравился? Снежная Королева. Понимаете? То есть не Герда, не позитивная, а Снежная Королева, потому что с ней вот эта трансформа. Не будем раскрывать эту тайну. Но вы сказали, что блещет, это, конечно, утрированные, это слезы, потому что он вышел в ограниченном прокате, потому что он вышел не в том полном объеме, который мы рассчитывали снять. Очень красивые съемки. Я вот видел там на собачьих упряжках. На хасках. На хасках очень. С голубыми глазами такие. Красивый олень такой присутствует, небольшого роста. Это какой-то северный олень. Эти северные олени очень серьезные. Я играю бабушку Ханта. У меня был хорей. Это тот предмет, которым погоняешь этого оленя. И первый раз я села без детей. Детьми не рисковала, только с собой. Так легонько-легонько его тронуло, он побежал. И я смотрю, вся группа довольная, все хорошо. Второй дубль. А я не заметила, мне поменяли олени. Еще поменяли хозяина. Я так отвлеклась на внучку, ну что-то мне там поправляли, все. И вдруг он как его хлестнул, как он понес, а я в другую сторону упала. На глазах у группы я чуть не расстала жизни с этим оленем. Ну все благополучно там в третьей. Ну я уже поняла, что управлять оленем – это не так просто. И вот мы были счастливы, что мы снимаем. В Ямале, в Лапландии за Полярным кругом там много всего было. Снимали в Австрии, снимали в наших павильонах. И я подала Министерство культуры на поддержку фильма, рассчитывая получить 60 миллионов. Это средняя цена, больше не дают, я знаю, на детский фильм. И думаю, еще может мне кто-то подбросит кто-то. Но 60 миллионов мне очень нужны. Вы знаете, ни привета, ни ответа полгода вообще. И только к концу года мне выдают 5 миллионов 300 тысяч рублей. Я на это даже короткометражку, кто понимает, в кино даже короткометражку бы не сняла. А у меня уже построены павильоны. А у меня хаски, а у меня дети, которые растут. Это же не рисованный фильм, где можно нарисовать тех же персонажей. Дети-то меняются. И вот я иду на страх и риск. После Гоголя, ближайшего, фильм такой у меня был православный, я чуть квартиру не потеряла. То есть все это вот так. И думаю, ну а что делать-то? Снимать-то надо. И вот я у всех своих друзей, кто только мне не помогал, чтобы чуть-чуть дыры закрыть. И, наконец, еще через год мне дают поддержку прокате 20 миллионов, которых тоже не хватает, и взаймы. То есть вы обязаните деньги вернуть. А срок возврата? Так в том-то и дело. Срок возврата там... А я не успеваю ничего. И уже начались санкции там и там. Уже суды идут. Моя картина уже арестована. Все. Уже я ничего не могу, понимаете? И все равно господин Ниелов договорился с Красной Стрелой, чтобы мне дали еще 8 миллионов рублей. И на эти деньги я только сложила двухмерную эту версию, без замечательных сцен, которые у меня были сняты. Это борьба с ледяным рыцарем, это падение Герды в пропасть, это когда оживают и родители, там вообще непонятно, что там в конце. И я вынуждена была сейчас выпустить фильм. Я заложила все, что у меня было, и у меня, и у мамы, чтобы нагрести эти деньги, чтобы выкупить свою картину из-под ареста. Иначе бы у меня прокатного разрешения не было бы, и я бы не могла дальше. Тут мне помогает госпожа Комарова, губернатор Ханты-Мансийского. Она все знала. Она знала мои вот эти несчастья с фильмом. И она сделала так, чтобы я представляла этот фильм в Ханты-Мансийске на духе огня. Я даже не представляла, насколько я совпаду с духом огня, потому что там дух огня на амулете у Герды, и дух огня здесь, и все это. Роскошный зал. Короче говоря, вот эти денежки, которые заплатили, они за фильм, я смогла выкупить, и за 4 часа до отлета в Ханты-Мансийск, в Минкульсе, я получаю, это как детективная история, получаю, наконец, прокатное удостоверение. Иначе бы я не смогла бы показать ни на каком фестивале, ничего, это запрет. Если вспомнить хорошие фильмы для детей, очень мало. Вот в этом веке, вот я, может, скажу, реальная сказка, вот именно для детей, не семейное кино, а вот именно вот, ну, сказка. Честная пионерская. Вот даже, если сказать, Честная пионерская 2, это уже все-таки 12+. Я не знаю, я не смотрела, я первая смотрела. Первая, ну, первая проходит, это дети. Но сказок-то нет. А сказок вообще вот? Вообще нет, понимаете? И это страшно обидно, потому что ребенок, как я это называю, нежный возраст, вот нежный возраст. Ему нужны именно фантастические такие сказки, но я про что говорю, что детки, которым нужно взрослеть, им обязательно нужен герой. Они должны себя соотносить с каким-то, вот как с Гердой, да, который не боится, которое становление у нее происходит. Она, девочка обычная, крысу боится, а тут она пошла против мирового зла, да, и это вызывает слезы и у взрослых, и у детей. Вот этот катарсис, который должен быть в зрительном зале, он необходим, необходим. Я знаю, что Никита Сергеевич Михалков будет собирать сейчас пленум, и первый пленум будет посвящен детскому кинематографу. Нам нужно объединить все силы. Вот сейчас я была в Самаре единственная в фестивале кино детям. Мне было так приятно с самарцами общаться, так замечательно. И наш фильм взял главную премию 6+. Вот, присудили сами дети. Татьяна Сергеевна, очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо за ваши смелые взгляды. Я думаю, чтобы решить проблему, нужно, во-первых, сначала ее обозначить, принять, бить во все колокола. Я думаю, мы сможем достучаться, и дети в России будут воспитываться на наших российских новых хороших лентах. Спасибо вам. У нас в гостях была Наталья Сергеевна Бондарчук. И спасибо вам огромное за ваш отличный фильм «Тайность снежной королевы». Спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok